добрый день мы продолжаем знакомиться с мышцами с глубинной вентральной цепи и у нас сегодня подвздошно-поясничная мышца мышца которая крепится к малому вертелу бедренной кости и ко всем практически поясничным позвонкам к верхнегрудным позвонкам к грудным позвонкам это та мышца которая соединяет наши ноги с нашим позвоночником то есть она словно привязывает ноги к позвоночнику в чем особенность вот этой мышцы и какие нарушения могут быть первое это если мышцы слабые одна из причин слабости может быть нарушение верхней шейном отделе это уровень c0 c1 я тогда рекомендую вам выполнять упражнения для коротких разгибателей шеи они есть у нас на канале а когда мы очень длительно сидим у нас происходит если посмотреть на структуру у нас происходит укорочение этой мышцы и эта форма мышцы становится оптимальной как только мы с вами встаем у нас меняется положение чаши таза то есть у нас таз поясницы начинает мягко смещаться в сторону бедра это приводит к каскаду изменений потому что у нас меняется выход из таза то есть значит мышцы тазового дна смещаются у нас происходит преднатяжение приводящие группы дополнительная потому что нужно удержать положение таза мы помним крепление лобковая кость седалищный бугор нужно каким образом удержать таз и когда у нас будет опора в ходьбе на одну ногу мы автоматически будем стимулировать гиперлордоз потому что будут тянуться поясничные позвонки на что стоит обратить внимание первое на то как долго вы сидите как долго вы находитесь в положении лежа но при этом вы все время сгибаете ноги в коленях спите сгибаете ноги в коленях функция этой мышцы она участвует в сгибании бедра во вращении его наружу и смещение сгибания нашего корпуса по отношению к бедру что еще важно важно что это мышцы является поясничная порт часть этой мышцы является ложем для наших почек любое нарушение в тонусе этих мышц будет сказываться и на наших почках и еще важный элемент а поясничная мышца своими волокнами уходят в преднатяжение в диафрагмальные ножки следующая группа мышц глубинной цепи это наша груда брюшная диафрагма и вот напряжение от укорочения поясничные мышцы будут передаваться и на ножки диафрагмы тогда у нас лордоз будет из поясничного отдела переходить в грудопоясничный переотдел это будет создавать компрессию для первого поясничного нижнего грудного отдела и очень часто компрессионные переломы как раз в этой области потому что фиксация в грудопоясничном переходе это невозможность совершать вращение грудной клетки и таза относительно друг друга то есть мы находимся в движении когда нам придется просто переваливаться справа налево потому что там у нас напряжение и нет возможности ротации еще очень часто в походке мы разворачиваем свои бедра а у нас может быть вращение стоп но колени бедра останутся в линии движения но чаще всего разворачиваются бедра опять же из позиции укорочения часто к проблемам поясничной мышцы гипотонии может приводить уровень фиксации верхней шейного отдела на уровне c0 c1 это верхней шейные позвонки и когда мы все время ходим с разворотом мы опять же укорачиваем свою поясничную мышцу не забываем о том что подвздошная порция та которая является выстилкой подвздошных костей это хорошее состояние органов малого таза и нашего кишечника на практическом занятии мы разберем работу с этой мышцы